Пресс-конференцию после матча Родина Хим Кьем и с комментарием главный тренер Родины Денис Бояринцев. Денис Константинович, ощущение, что нужно было перетерпеть эту игру? Ну, так откровенно говоря, первый тайм получился немножко так нервный. Мы так с первых минут начали ошибаться, такие ошибки необязательные. Там одна ошибка, вторая, третья. И так вот эту инициативу, которую хотелось в начале матча забрать, она у нас так не получилась, не по плану пошла немножко игра. К себе моментик привезли, немножко так чувствовалась, небольшая нервозность. Я думаю, что все-таки на ребят немножко есть такое бремя лидерства, знаете, может кто-то еще так тяжело с этим справляется, хотя, ну, надеюсь, что от игры к игре должна вот эта солидность приходить. Да, да, при всем при этом мы создали пару-тройку моментов неплохих в первом тайме. Но все равно 0-0 счет нас никак не устраивал. В перерыве пытался ребятам донести, что давайте, давайте успокоимся, давайте возьмем мяч под контроль, пас ради паса, давайте покатаем с фланга на фланг. Ну и получилось, начали создавать численные преимущества во флангах, скрывать. Ну, в первом тайме нам удавалось, но передачи не доходили. Вот, в целом, неплохо игра завязалась с выгодом Сергея Дмитриева. Вообще, очень хорошо все пошло. Начали получаться там моменты голевые, стандарты. Мы никак не можем тоже, к сожалению, хорошие подачи сегодня были во втором тайме, никак не сработали, мы все где-то рядышком ходили. Ну и добились своего, надо дать должное, химки неплохо оборонялись. Ну, я думаю, что мы провели такую голевую атаку, что, я говорю, ее можно разложить на молекулы и как учебном пособии показывать, как скрывать полутную оборону соперника. Очень здорово началось все с Руслана Байтукова, отобрал мяч. Вот, и дальше ребята разобрались, ну, классно, там, взаимодействие, мальцы, свинцов. И завершение. Да, ну и завершение, просто это, я говорю, очень понравилось. И действительно, мы сегодня немножко так решили рискнуть с Александром Евгеньевичем, решили свинцово двинуть вперед. У Игоря чуть-чуть второй тайм не удался. Ну и Дэнни, Дэнни отлично воспользовался таким шансом. И он и так атакующий игрок. Мы, исходя там из того, что у нас есть проблемки немножко пока на данный момент с количеством людей на лавке, вот, он у нас то крайний хав выйдет, то еще куда-то мы его пытаемся залатать, там, дырку. Вот, но в целом это атакующий игрок хорошего качества, несмотря на возраст. И он сегодня это продемонстрировал забитым мячом исполнение просто сумасшедших. Да, и вот счет, который 0-0 держался очень долго, он держал игроков в тонусе. То есть они не выключались на секунду и искали свой шанс. Это уже плюс их для их менталитета получается. Ну, это и плюс, и плюс ко всему, я все-таки хочется отдать должное нашему тренерскому штабу, тренеру по физподготовке. Я говорю, мы вторую игру проводим в очень хороших таких кондициях. Вот, и ребята заслуженно получили два выходных. Два сложных матча. Много сил потрачено, много эмоционально потрачено. Вот это, как сказать, такое выгорание небольшое, все равно оно происходит. Эмоций много у нас, у ребят. Вот, и решили дать немножко ребятам передохнуть, перестроиться, потому что впереди у нас важнейший, наверное, матч сезона. Дуй про матч с командой Строгино. Да, совершенно верно. Да. Важный матч. Пожелаем удачи. Спасибо. Будем работать. Спасибо. 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 Продолжение следует...